Привет, ты на канале Мэджик Пэтс. Я Миша, лайк, ставь лайк, лайк, ау. А я покемон и мочу, вечно мама запинается, короче лайкосик и подпекосик. Я Эйван, а это моя сестра Софи. Ох, Юми-Юми, да, привет, я Софи. Подписывайся на наш канал, чтобы нас скорее стало 2 миллиона. Лайкосик, подпекосик, кто такая разговаривает покемон? Кажется я запуталась в этой игрушке. Я киса Алиса, лайк, чтобы я выбралась из этой путаницы и комментарии свои пиши, чтобы мы их читали. Блин, да как выбраться из этого. Да, и счет, если ты не заметил, мы супер чистые псы. Потому что у нас был банный день. На канале Мэджик Фэмили. На нашем общем семейном канале, где мы снимаем с Аней. Сегодня вышло новое крутое видео про то, как мы все вместе принимали ванну и надевали смешные банные костюмы. Обязательно сходи посмотри этот ролик, если хочешь увидеть нас без одежды. Ссылка вот там, ээ, в смысле, Юми. Ну что, в бане же раздеваются? Ох, Юми, что ты говоришь, а? Короче, обязательно посмотришь, ссылка вот там. А ты вообще в курсе, что с 6 ноября у тети Софи день рождения? Да, и я придумала снять видео 24 часа в розовом свете. Потому что розовый это мой любимый цвет. Мне кажется, это прикольная идея, если тебе понравится. Мы все снимем 24 часа в своих цветах. И когда она вернется из Красноярска с фан-встречей, которая будет 9 ноября. Короче, когда она вернется, выйдут новые видео про день рождения тети Софи. А на канале Мэджик Фэмили она будет делать ей новую прическу. Только тихо, не говори никому. А я тоже хочу снять 24 часа в желтом свете. Потому что желтый это мой. А вдруг ребята не захотят? Чуть Софи с ними там и нет. Вы же захотите, да? Эй, Песили, хватит болтать. Давайте звать Аню на наше соревнование. Сегодня мы решили соревноваться в спиннерстве. Да, у каждого из нас будет своя команда по его цвету. Аня сказала, что приготовила какой-то приз победителям. Так, привет, ребятки. Я пришла. Вот и наша огромная коробка с тысячей самых разных спиннеров. Будь здорова, Софи. Да, спасибо. Чего-то запылилась коробочка-то. Давай, Аня, открывай скорее. Чувствую, сегодня будет эпик. Ну давай, Ань. Так, смотрите, сколько тут спиннеров. Ничего себе, как много. Да, офигеть, высыпай их. Давай, скорей. Аккуратней, разойдитесь, они же тяжеленные. Сейчас будет грохот. Ой-ой-ой, аккуратно, не сломай. Да что там можно сломать, это ж спиннеры. Ой, что себе, сколько их много. Ай-ой-ой, аккуратней, Миш. Да уж. Ничего себе, как их много. Офигеть. Давай, Ань, скорее разойдем их на самом деле. По нашим цветам. А потом будем соревноваться. Здесь их очень много, ребят. Давайте, чтобы не терять время, я их по-быстренькому распределю. Да, давай, Ань, чтобы мы не ждали два часа, скорее начали соревноваться. Надеюсь, я выиграю. Интересно, что за приют. Так, есть тут спиннеры ваших цветов. Желтые, розовые, голубые, салатовые, так, сиреневые. Есть очень необычные спиннеры, их мы отложим в отдельную команду. А еще есть черные, серебряные, белые, оранжевые, красные. Но это не ваши цвета, поэтому положим их в отдельные команды. Как же их много, капец. Фух, готово. Ура, давайте начинать соревнования. Аня, что за приз? А, так я и сказала, если я сразу расскажу, так будет неинтересно. Это будет приз-сюрприз победителю. Ух ты, ничего себе. Вот такая большая коробка, а в ней подарки. Аня, как будет определяться победитель? Сначала вы покажете свои команды. Потом каждый в своей команде выберет, по его мнению, лучший спиннер. Лучший, то есть тот, который крутится дальше всех. Правильно, Мишка. Но если выиграет не кто-то из вас, а, например, команды ваших противников, черные, белые, серебряные, оранжевые, красные или супер спиннеры, то приз не достанется никому. Ничего себе. Короче, надо включить мозги и выбрать самый лучший спиннер. А количество спиннеров в команде будет иметь значение? Нет, это просто дает больше шансов для выбора чемпиона среди своих спиннеров. Ну, погнали, чё, начинаем, да? Итак, первая команда ваших противников, это стандартные спиннеры черных, белых, черно-белых и серебряных цветов. Они все простые, ничего необычного у них нет. Сейчас мы их пораскручиваем, и мы должны будем выбрать из них самый лучший. Я не понимаю, как они так крутятся? Чё-то я вообще в шоке, как это работает? Покемон, ты чё, никогда спиннеры не видела? Ай, не могу, я в шоке вообще. Как это происходит? Это же магия, волшебство. Почему они продолжают вертеться, когда ты их не крутишь? Почему они до сих пор вертятся? Ох, Юмичу, видимо, физику не учила. Хотя, как это физикой объяснить? Может, и пора в дамаге? Нет, ну я не понимаю. Эй, ты, почему, почему они крутятся до сих пор? Юмичу, всё просто, это же спиннеры. По серединке подшипник, он крутится. Ты это видишь, ты, 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 ты видишь? Ааа, стой, эй, аа, я сидеть. Вроде остановился, а тут нет. Ладно, сделаю вид, что я поняла. Да уж, Юмичу. По-моему, покемону пора в школу. Ты каждый раз так говоришь и не отправляешь. Эээээээээээээээээээээ. Ну что ж, это команда обычных чёрно-бело-серебряных спиннеров. Тут их было 11 штук. Вот он, 11-ый. Всё равно, не понимаю. А вот эти вот, разве не в этой команде? Да, это тоже ваши противники. Серебряные, белые, черные и так далее, но просто необычные. Например, вот тот со смайликами, вот этот вот с такими бриллиантиками желтенькими. Что-то он не крутится. А, с одной стороны желтые, а с другой стороны цветные бриллиантики, и это мешает ему крутиться. Этот со смайликами до сих пор вертится. То есть такие спиннеры можно крутить только в руке? Непонятно. Итого, значит, в этой команде противников 19 спиннеров, потому что здесь еще есть несколько необычных. Вот этот вроде стандартный, белый, тройной, но у него в этих трех частях вместо подшипников, видите, какие-то шарики металлические. Прикольный. И еще один спиннер со смеющимися эмодзи, а с другой стороны ничего нет. Еще один с эмодзи. Вот такой вот белый мини-спиннер. Он стандартной формы, но меньше, чем обычные спиннеры. И вместо подшипников у него просто какие-то металлические шайбочки. И, кстати, спиннеры бывают металлические и пластиковые. Вот он пластиковый и очень легкий из-за этого. Думаю, он не будет долго вертеться. И еще три цветных. Ну, я их отнесла к белым. Вот этот вот с резиновыми, желто-синими, красными украшениями, мячиками. Понять бы, как они вертятся. И вот эти вот, я посчитала их белыми в цветной узор. Вот этот полосатенький, радужненький, заржавел. Да что такое, заржавел. И вот еще один вот такой вот, с цветочками, какими-то узорами цветными. Он крутится вроде нормально. Теперь надо выбрать, кто из них круче всех. Я их всех раскрутила, кто-то и так не крутится. Следите, кто остановится последним. И мы будем делать вот так. Из суперспиннеров будем забирать те, которые по цвету подходят какой-нибудь команде вашей или противников. Вот эти, например, черные подходят в черно-белую команду. А оставшиеся суперспиннеры будут уже отдельной командой, которая тоже будет с вами соперничать. Вот такой вот очень необычный черный спиннер у меня ассоциируется с Соником. Кто помнит такого ежика? И вот такой вот необычный спиннер Бэтмен в виде летучей мышки. Он двойной, а вот этот тройной. Среди тех спиннеров победил беленький с шариками. Значит, из них троих нужно выбрать. Давай, раскручивай их. Ну что, ребят, какие ставки, кто дольше продержится? Блин, Бэтмен проиграл. Я за белый, а я за Соника. Ну, Соник тоже проиграл, так что на соревнования чемпионов пойдет белый. Ну вот, а я вообще за эмодзи болела. Давай, Покемон, представляй свою команду. Привет, я Покемон Юмичу, и моя команда это все оттенки желтого-желтого. Потому что я Покемон, и мой любимый цвет желтый, как Пикачу. А я Юмичу. Сейчас в моей команде 18 стандартных спиннеров. Некоторые из них не желтые, а золотые. Но золотые же тоже можно считать желтым, да? У меня тоже так, у всех листки пластиковые, металлические, это не важно. А еще у меня тоже есть спиннер светяшка. Но только он больной, и у него работает только одна светяшка. И еще у меня есть мини-спиннер. И спиннер Несквик. Мне нельзя какао. Сейчас я свою команду пополню суперспиннерами. Все желтые и золотые ко мне. И походу их тут много. А значок шрифа и... И желточка, они считаются, да? Они типа бронзевые, да? Нет, Юми, не считаются. Не желтый тебе будет? Ну, ну ладно. Просто мне так нравится значок шрифа. Покемон Харе на глядь, а? Этот желтый пятиконечный круглый спиннер очень странный. Он похож на руль, только у него почему-то цветочки внутрь. И он не крутится, потому что потерял свою застежку. Поэтому он не добавляется в мою команду. За все добавляется золотая пятиконечная звезда спиннер. Он очень крутой, мне он очень нравится. Он такой блестящий. А еще мне нравится часа спиннер. Часа спиннер, потому что он весь как механизм от часов. Юми, это называется шестеренки. Он весь из этих шестеренок, когда крутится, издает такой металлический, крутой, дядский звук. А еще круче этого спиннера золотой рыбой спиннер. Он весь золотой, такой мощный, тяжелый и железный. А еще среди супер спиннеров у меня есть спиннер Мина. О, мой собачий бог, что за название, Юми? Спиннер Мина, это потому что он типа, типа бомба спиннер. Ну, не знаю, как объяснить. Короче, он тоже золотой, металлический и необычный тем, что он жирный. И шестиконечный, каждый конец у него как, как, как не знаю что. Да уж, очень классное описание необычного спиннера. Короче, он вообще не похож на спиннер, он толстый и с такими бочками. И теперь мы выберем лучшего из тех, что я уже выбрала из стандартных спиннеров и из супер спиннеров. Я думаю, что победит кто-нибудь из золотых. Да уж, твой часоспиннер, как ты его назвала, остановился вон уже. Мина тоже замедляется. Короче, осталось два штука. Пятиконечная золотая звезда и желтый пластиковый. Но правый тоже проигрывает, кажется. Короче, отменили желтые покемоны команды. На соревнование чемпионов за супер приз-сюрприз отправляется звезда спиннер. Моя команда Кискина-Алискина самая мелкая. Мой цвет сиреневый, поэтому у меня все сиреневые спиннеры. Всего у меня 10 штук спиннеров без супер спиннеров. Вот. Ну, Кисарис, что дашь-то? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Алиса, а что? А, да, сейчас заберем мои супер спиннеры. Все сиреневенькие. И у меня плюс три. Из супер спиннеров у меня есть один какой-то странный. Не знаю, что это такое вообще. Трехконечный какой-то космический корабль. А еще есть прикольный восьмиконечный блестящий спиннер. Я назову его цвета спиннер, потому что он похож на цветок. И еще один сиреневый, тоже блестящий. Он трехконечный и как будто у него листики, поэтому он будет листика спиннер. Да, уж Кисариса, еще одна со странными названиями. Давай, раскладывай-ка и раскручивай-ка. У меня есть стандартные спиннеры, пластиковые и металлические. Блестящие, с дырками и другими штуками. Это подшипники называются. Ну, короче, такие, да, еще мини, а еще с эмодзи. А еще есть мэджи космический спиннер. Короче, мы сейчас определим, кто будет крутиться дольше всех. Кто-то отправится на соревнования чемпионов спиннеров. И выиграет мне супер-порис-сюрприз. Так, оставляем троих лучших. Ну что ж, ждем, ждем, ждем. И кажется, из всех этих троих побеждит листика спиннер. За победу от моей сиреневой команды будет бороться вот этот красавчик. Юми и Алиса выступили. Сейчас рассмотрим оранжево-красную команду вашего противника. А потом Миша, София и Эйвен представят свои команды. В команде красно-оранжевых, кроме необычных, 12 стандартных спиннеров. Металлические, пластиковые, с подшипниками разного цвета. А у кого-то вообще нет подшипников. Вот, например, оранжевый, как вентилятор. Ой. Аккуратнее, Иван, под спиннер не лезь. Еще один оранжевый. Оранжевый с цветными стразами. Сейчас мы их всех покрутим немножко. Так, давайте посмотрим на не совсем обычные спиннеры в этой команде. Вот как вы думаете, чем этот спиннер отличается от всех остальных? Ну-ка, 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 наверное... Я не знаю. Ну, ну, и чем он отличается-то? Тем, что у него тут есть кнопочки. И что будет, если на них нажать? Кнопочки, фигопочки. Они включают лампочки в этом спиннере, но не все работают почему-то. Ух ты, прикольно! Ага, прикольнее всего это смотрится, когда ты его раскрутишь. Не знаю даже, как описать это. Как будто фонарики крутятся очень быстро, и из-за этого такой получается классный эффект. Ага, прикольно выглядит. Мне нравятся такие спиннеры. Да, мне тоже кисолист. А вот этот спиннер очень тяжелый. Посередине буква, а на кружочках знаки рубля, доллара и евро. Судя по тому, какой он крепкий, мне кажется, он очень круто крутится. Еще здесь есть мини-спиннер пластиковый, просто оранжевый. Тоже с шариками вместо подшипников. И совсем мини-мини-спиннер. Покажи, покажи! Ну, совсем, совсем малютка, видите? У него ни подшипников, ни украшений. Он такой одноцветный. Очень маленький. Еще здесь есть три пятиконечных спиннера. Похожи на какие-то ромашки, да? И еще два огня спиннера. У них такая краска, как будто это лава или огонь. Один такой ярко-оранжевый, другой чуть помрачнее. Среди стандартных по количеству кручения победил альфа-спиннер. Теперь покрутим его с этими. Кто здесь победит? Из 21 красно-оранжевого спиннера все равно побеждает альфа-спиннер. Так, выберем всех красных и оранжевых из супер-спиннеров. Посмотрим, победит ли альфа их. Вот этот похож на какой-то вентилятор. В нем совсем-совсем мини-подшипнички. А вот этот красный очень классный. У него какие-то такие черные шайбочки, магниты, я не знаю, что это. Форма прикольная. Он пластиковый, а был вот такой металлический. Мне он очень нравится, но вот эта вот его серединка, которая и заставляет спиннер крутиться, к сожалению, потерялась. Мы его никак не покрутим, поэтому он сразу выбывает. В этой команде тоже есть свой Бэтмен. Двойной спиннер, только красного цвета. И немножко другой формы, не такой, как предыдущий. А еще есть совсем тоненький, такой пластиковый, оранжевенький спиннер с вентиляторами вместо подшипников. Очень-очень легкий, точно не победит. Ну погнали, проверим. Давай, Аня, то у нас еще к своей команде. Я даже начну с альфа-спиннера. Он будет первее всех, и даже если он при таких условиях остановится последним, значит он реально чемпион. Офигеть, он фигачит. Юми, два плохих слова в одном предложении, капец. Ну, как вы видите, его последний конкурент уже начинает останавливаться, а он продолжает вертеться еще как быстро. Чемпион среди этой команды явно определен. Опять я не на того поставила, да что ж такое. Так, здрасте, теперь моя команда розовые спиннеры. У меня 15 розовых стандартных спиннеров. Они все разных оттенков моего любимого цвета. Некоторые металлические, некоторые пластиковые. Вот эти железные блестящие мне нравятся больше всего. А еще у меня есть вот такой светящийся, но только он не на кнопочках. Его нужно расшевелить и ударить по нему, чтобы он засветился. Но из-за того, что он не на кнопочках, он сам решает, когда ему выключится. Еще есть нарядный, с блестками и бриллиантами. Только вот один бриллиантик потерялся. А вот этот я называю гипно-спиннер, потому что у него такой розово-белый узор, а гипно-серединка не крутится. И розовый хаки-спиннер. Он хоть и солдатский, но главное, что у него есть розовый цвет. Сейчас определим победителя среди стандартных спиннеров в моей команде. Мне кажется, тут кто-то разбил что-то вкусное. Теперь возьмем все розовенькие среди супер-спиннеров. Их 4 штуки, итого в моей команде всего 19 спиннеров. Необычный розовый с клешнями. Двойной розовый Бэтмен-спиннер. И какой-то странный пластиковый простой спиннер. Очень легкий, опять как вентилятор. И еще один тоже очень странный. У него зачем-то какая-то лишняя пимпочка, как будто это и не спиннер вовсе. Наверное, он вообще не будет работать. А оказалось, после раскрутки среди 4 супер-спиннеров победил именно он. И кто же из них отправляется на соревнования чемпионов? Так что за мою розовую команду среди чемпионов будет соревновать вот этот блестящий розовый спиннер. Привет, а я Миша Лайк. И мой любимый цвет салатовый. Моя команда это зеленые спиннеры. И у меня с самого начала их целых 18. Сейчас мы еще выберем из супер-спиннеров все зеленые. Итого, выбирать лучшего для соревнований я буду из 21 спиннера. В моей команде, как и в предыдущих, тоже есть салатовый Бэтмен. А еще спиннер-цветочек. Он тройной, но очень необычный. И у него золотая серединка, мне он очень нравится. А еще есть круглый необычный спиннер. И я назвала его НЛО, потому что он очень похож на летающую тарелку. Мне кажется, он очень хорошо кружится. Потому что у Они получается его удерживать даже на одном пальце. Ну что ж, давайте выбирать лучшего из них. Остальные спиннеры у меня все зелененькие разных оттенков. Салатовенькие, яркие и бледные. Спиннеры с рисунками, например. С футбольными мячиками. Или с эмодзи. Металлические, блестящие и пластиковые. С цветными стразами. И у меня даже несколько пятиконечных спиннеров. Как и у Софиши, у меня тоже есть солдатский спиннер. Столько зеленых оттенков. А еще есть стандартный зеленый спиннер, разукрашенный разными цветами. И пятиконечный спиннер в цветочек. Я решила выбирать по-другому. Из каждого ряда я буду брать самый лучший. Аня будет выбирать останавливающиеся. Оставшиеся мы будем заново раскручивать. И таким образом я постепенно выберу лучшего из лучших. Клёво ты придумал. Иногда Миша удивляешь. Надо было мне тоже так сделать. Я думаю, что НЛО победит. И в итоге из моей салатовой команды побеждает НЛО. Он и будет соревноваться среди чемпионов. Ну что ж, теперь настало время моей команды. Я Эйвен и мой любимый цвет голубой. Поэтому ко мне попали все спиннеры синего оттенка. И без супер спиннеров у меня их целых 22. То есть по количеству я побеждаю. Впрочем, как всегда, я же Эйвен. Но среди супер спиннеров для меня, похоже, есть не так уж и много. Кажется, только один синий спиннер. Ну ладно. Для выбора лучшего из лучших, который будет участвовать в соревнованиях чемпиона, я решил применить мишен способ. Раскручивать все и постепенно, убирая слабаков, выбирать самого стойкого. У меня, как и у девочек, спиннеры самых разных цветов. Тоже пластиковые, металлические, стандартные трехконечные. А есть и несколько пятиконечных. Есть блестящие и матовые. Есть спиннеры с бриллиантами или просто дырками, даже подшипников нет. С шариками. А еще есть два космических спиннера, как будто космос на них нарисован. Есть спиннер российский и флаг. И мини спиннеры, и цветящийся, как у Софи. И даже хаки спиннер, только синий. А супер спиннер я решил назвать авто спиннер. Он четырехконечный, и эти штучки сделаны в виде колес автомобиля. Ну, ну, мне так кажется. Тех, кто сдается, сразу убираем. Да, нужно много терпения, чтобы ждать, когда они все заканчивают крутиться. У меня осталось три финалиста, и все они стандартные спиннеры. Блестящие металлические, пластиковые и хаки. Посмотрим, кто из них самый стойкий. Я думаю, что солдат. Потому что солдат должен быть терпеливый. О, как же долго ждать, когда все спиннеры закрутятся? Тот, что был посерединке, остановился, и из двух оставшихся в финал выходит... Ну, ну, ну давай уже. Хаки спиннер, потому что блестящий уже начал останавливаться, а солдатик до сих пор крутится довольно быстро. Ну, вот и определился победитель моей синей команде. Я выбираю его для участия в борьбе за супер-приз-сюрприз. Так, не тесно. У Ивана было больше всех спиннеров для выбора лучшего. Киза Алиса вечно жалуется. Ладно, давайте определим лучшего среди супер-спиннеров, и начнем уже соревнования за супер-приз-сюрприз. Я не жалуюсь, а ты, Ивана, зануда. Так, пушистики, давайте не будем ссориться. Вот такой вот необычный спиннер, и на ощущение он как будто керамический. Такой разноцветный цветок. А еще тут среди супер-спиннеров есть твой любимый покемоша. Спиннер шерифа. Да, металлический спиннер бронзового цвета в виде звездочки шерифа. С двух сторон он одинаковый, и он очень прикольный, я тоже его люблю. В этой команде есть еще очень необычный спиннер. Три головы лиса. Ага, и иероглифы. Давайте назовем его аниме-спиннер. А давайте, интересно, у нас тут кто-нибудь из зрителей смотрит аниме? Он тоже металлический, и вот очень тяжелый. Еще один металлический спиннер в виде звездочки. Звездочка самурая, да? Или ниндзя, не помню, как они называются. У него сзади нет второй шляпки. Но он все равно может крутиться на этой, если правильной стороной его положить. Вот такой вот необычный цветной спиннер. Помнишь, Юмичу, у тебя что-то похожее было? Мина-спиннер. Да, только он немножко отличается. Он тоже широкий, и у него цветные шарики. Он намного шире, чем обычный спиннер. А вот спиннеров из такого радужного металла у нас целая коллекция. Этот тоже похож на НЛО. Он похож на яйцо. Какое еще яйцо, Юми? Это инопланетная коллекция спиннеров. Инопланетянская. Да, в общем, есть такой овальный. Четырехконечная звездочка. Трехконечная звездочка. И они все как бы заостренные, а не округлые. Вот такой трехконечный необычный спиннер. Хотя нет, в этой инопланетной коллекции есть и округлые спиннеры. Вот такой вот в виде цветка. И еще в этой коллекции есть вот такой вот круглый. На колесико похож. Как моя золотая пятиконечная звезда. Да, только из цветного металла. Еще одна звездочка. И вот такой двухконечный маленький. Вот такой вот очень тонкий, бронзовый, пластмассовый. Очень необычной формы для спиннера. Причем у него в этих его крылышках шарики болтаются. И вот такой двухконечный разноцветный, тоже металлический. Давай скорее раскрутим все супер спиннеры. Выберем из них лучший, чтобы начать наши чемпионские соревнования за супер приз. Ну что ж, я думаю тоже всех их по очереди раскрутим. И будем смотреть, кто из них замедляется быстрее, а кто наоборот крутится долго. Будем выбирать справедливо. Кого-то может быть будем убирать, кого-то раскручивать заново. Я кручу, а вы следите внимательно и скажите из кого будем выбирать. Так, мы проследили, будем выбирать из этих пяти. Отградывай крути их. Шериф, аниме, ниндзя и два инопланетных. Неужели эта полуразломанная ниндзя может попасть на чемпионат? Ну из всех киса Алиса пока что именно она почему-то крутится быстрее всех. Как так, она же даже поломанная. Почему побеждает какая-то развалюха? Может она какой-нибудь супер правильной формы? Уже не важно, Миш. Ниндзя-звездочка с переломом выходит в финал. Нет, ну я такое впервые вижу. Спортсмен с переломом выходит в финал. Ладно, давайте начинать соревнования. Итого у нас восемь команд. Три противника и пять наших. Значит у нас больше шансов победить. Да, получается пять к трем. И пожалуй, раз уж так, я готова даже ослабить правила для вас. Если дольше всех останется в борьбе один из ваших спиннеров, розовый, зеленый, голубой, желтый или сиреневый, то приз я отдам вам всем. Потому что я доложила в него самые разные подарки. И каждый сможет выбрать себе кое-что интересненькое. Хоть бы мы победили. Да, конечно, победит кто-нибудь из нас. Альфа Спиннер сильный соперник. Белоснежка тоже. Но не раненая ниндзя-звездочка. Так что, по сути, пять против двоих. Давай, Листика Спиннер, жми. Ну или что-нибудь другое. Теперь неважно подарки всем достанутся. Так, Белоснежка остановилась. И мой желтый и звездо Спиннер. И мой розовый уже проиграл. И кисенолесин сиреневый. Значит, борьба идет два на два. Мы с тобой, Мишка, посередине. Против Альфы и Ниндзи. Ой, кажется, мой хаки остановился. Теперь только зеленая Мишкина НЛО крутится против двоих. Да ладно, мы не проиграем. Альфа Спиннер, он уже проигрывает. Че? Это была ничья, что ли? Они остановились одновременно, точно. Получается, я не выиграла. Ну, вообще-то, Мишкин НЛО Спиннер остановился точь-точь одновременно с Ниндзей. Поэтому мы считаем, что это была ничья, и надо переиграть. Вот именно, переигрываем ничью. Мы же хотим суперприз. Как скажете, ребят, я за справедливость. Если вы считаете, что между ними была ничья, значит, перегрутим их один на один. Как может победить Мишкина прекрасная НЛО этот раненый Спиннер? Ну вот, кажется, это возможно. НЛО остановилась раньше, чем Звездочка. Она до сих пор крутится. Жалко, конечно. Это была сложная борьба. Но главное, участие, типа, да? Ну ладно, ребят, давайте я вам все равно подарю ваши призы. Не-не-не, нет, это будет нечестно. Это, конечно, прикольно, но раз ты за справедливость, мы, мы тоже за справедливость. Вот именно. Поэтому устроим еще какое-нибудь соревнование, в котором мы обязательно победим. И тогда получат призы. Ну хорошо, как скажете. Уважаю, ребятки, ваш такой поступок. А ты иди скорее, смотри новое видео на Magic Family, где у нас был банный день. Мы все купались, намывались и поддыхались в пене и в банные костюмчики надевали. Короче, иди смотри скорее новый ролик и приходи, это, 9 ноября в Красноярске на выставку Зомир, чтобы увидеться с Аней. Пока-пока-пока-пока-пока.